Есть общее убеждение, если у человека нет друзей, значит это плохой человек. Говно. Значит, по поводу общего убеждения, давайте вот даже не о самом убеждении, а по поводу общего убеждения. Вот если вам долгое время повторять, что вы стул, и все отовсюду будут повторять, что вы стул, или все будут повторять, что в мире есть болезнь, которая всех убивает, под названием коронавирус, я вам такое расскажу вообще, ну такая болезнь, предположим, что есть такое название коронавирус, дурацкое название, ну такое, давайте. Типа это корона у кого-то и вирус. И представьте себе, что если со всех ящиков об этом говорить, и писать начать об этом, и подключить еще средства массовой информации, сейчас расскажу вам фантастику, вы в фильмах такого не видели, могут остановиться аэропорты во всем мире. Прикиньте. И людям скажут, из дома не выходить, вообще запрещено. Закроются все школы, рестораны, прикиньте. Салоны красоты, представляете, везде закрываются салоны красоты, и вы на окрашивание не можете сходить, прикиньте. И все сидят дома, представляете. Вот так. Это называется общее убеждение. Когда вас все убеждают. Вот если бы предположить, что общее убеждение, было бы такое понятие, то можно было бы предположить, что это вот такое могло бы случиться. Но мы-то с вами знаем, что общих убеждений не бывает, потому что мы же не можем себе предположить, чтобы вот пришел такой вирус, и всех бы закрыл. Правда? Вот и подумайте о том, что такое общее убеждение. У вас мозги есть у каждого? Голова на плечах есть своя? Вы вообще понимаете, что такое есть, друзья? Нет. У кого они есть? У кого их нет? Что значит общее убеждение? Вы что, овцы? Стадо? Ну тогда да. Тогда может быть общее убеждение. Овцы все пошли туда. Сейчас на стрижку. Овцы. Но вы же не овцы. Забудьте о словах общее убеждение. Забудьте об этом, если вы не считаете себя овцой. Смейтесь с этого. Улыбайтесь. Уходите в сторону от этих людей. Быть как все прошли эти времена, когда это воспитывалось, и это создавался из этого тренд. Это страшное время было. Страшное. Но сейчас-то мозг чуть-чуть проснулся. Как можно говорить про какие-то общие убеждения? Про то, что ну будьте людьми. Так это знаете, как нас прививки кололи, никто не спрашивал. Загоняли стадом, и все кололи. Многие говорят, как хорошо было. Что хорошо было? Каждый человек имеет право на свой выбор. У каждого человека есть своя интуиция. У каждого человека это свой набор клеток. Понимаете? И мы, каждый из нас, абсолютно разный. Абсолютно. У одной матери и папы рождаются разные дети. Абсолютно. О чем вы говорите? Перестаньте смотреть на других. Перестаньте слушать, как делают другие. Собирайте информацию, но пропускайте через себя. Не надо покупать то, что купила ваша подружка. Или то, что рекламирует какой-то блогер. Не надо доверять врачу, который помог вашей подруге. Вы можете собирать мнение, но вы должны это думать, проверять, пропускать, ощущать. И убеждения вроде, после 30, если ты не вышла замуж, то ты уже все. В 40 рожать поздно. Директор школы – это самый главный человек на планете. Правда? А я не знала, так я говорила. Люди. И если человек мудак, то мне похер, какой он, директор или президент. А если он классный, то мне абсолютно все равно, моет он подъезды или чем он занимается. Не имеет это никакого отношения. Понимаете? Поэтому гоните вот эту всю историю про то, что кому кто должен и общие убеждения. И у человека нет друзей. У человека нет друзей по разным причинам. Одна из них, может быть, он просто не нуждается в друзьях. Он не хочет. Он считает себя своим лучшим другом. Или своего мужа. Или своего кота. Он просто принял такое решение. И все. У него разные есть причины. Может быть, он разочаровался в дружбе и понял, что ему так гораздо комфортнее. Точно так же, как и женщина, которая не хочет выходить замуж. Потому что ей хорошо. И реально хорошо. Она может встречаться с мужчинами. Она может вести жизнь свою так, как она захочет. Но она не хочет замуж. Или даже женщина, которая не хочет детей. Не понимаю. Не знаю. Но она имеет на это право. Так. Сейчас. Отключаемся. Как послать корректно подругу, если все время указывает, как делать и как жить? По-хорошему не понимает. Посмотрите, пожалуйста, мой эфир, который называется «Личные границы». Он висит у меня в ленте в IGTV. Посмотрите, целый эфир об этом рассказываю. Чтобы сейчас просто не повторяться. Так. Следующий момент из этой же оперы. Сестра мужа видит во мне в рогах. Изначально. Я нормальная, но что делать? Но вот эта вся история про «я нормальная» – это уже некое оправдание. Я же нормальная. Нормальная относительно чего вы нормальная? Относительно чего? Если вы хотите уже что-то доказать, что вы нормальная, то вы, наверное, слишком нормальная. Забейте. Какая нам разница, кто и что и куда видит? Помните главное правило. Позвольте себе быть собой, другому быть другим. Максимум. Вот знаете, у меня тут две есть как бы истории. Первое – это то, что я, если вижу какую-то проблему, я могу об этом поговорить с человеком. Первый раз. Поговорить. Сказать, слушай, а что происходит? Давай с тобой этот момент обсудим. Но, если наша проблема возникает второй или третий раз, я стараюсь создать свое отношение к этому человеку. То есть разделить его отношение ко мне. Он может меня любить, не любить, я ему могу нравиться, не нравиться, он может считать меня умной или дурой. Это его отношение ко мне. Я вот так вот разрезаю ножом и оставляю свое отношение к нему. А я-то к нему как отношусь? Помните, я рассказывала это правило, когда он говорит, я с тобой не дружу, а ты пишешь, а я с тобой дружу. Он с тобой не оздоровывается, ты ему говоришь привет. Знаете почему? Потому что вот то, что он чувствует по отношению к вам, это его вибрации. Каждый раз, когда он вас видит, у него негатив, у него ему неприятно. Он это сам у себя вызывает, не вы. Он сам по отношению к вам это сформировал. И он как будто бы включается красной лампочкой. И он начинает к себе притягивать все плохое. Ему плохо. И он тут же, как знаете, простите, мухи на говно. Он тут же начинает вонять внутренне. И на него начинает все это слетать. Он неплохой. Ну просто вонять, наверное, грубо. Ну короче. Вы, если испытываете к нему тоже, с вами происходит ровно то же самое. Вы испытали негатив. Вашим вибрациям вообще все равно по отношению к кому вы это испытали и кто в этом виноват. Это ваше. Ваша энергетическая волна. Вы включили это. Вы включили. Галима, галима. К вам все. Поэтому, когда ты человек осознанный, ты думаешь, а стоит ли вот эта моя реакция, что я так на него реагирую, чтобы я к себе притягивал все плохое. Нет. Поэтому, если я с этим человеком вынужден пересекаться где-то, ну так получается, не знаю, мы детей забираемся в школу вместе, я с ним дружу. Я думаю, да он мне в принципе ничего плохого не сделал, ну он там что-то считает, обо мне, ну ко мне разница. Я с ним дружу. Я ему говорю, привет, а он от меня отворачивается. Не важно, что он ко мне, важно, что я к нему. Вот это важно. Нас не приучали к этому. Это для нас новенькое. Типа я отвечаю, да, вот как ты ко мне, так и я к тебе. Нас и так учили. Но попробуйте. Попробуйте выработать такое вот отношение. Может быть не сразу получится, но тем не менее. Просто задайте все вопросы. Ну и что? Поэтому, если ваша сестра видит в вас врага, это она вас воспринимает как врага. А вы ее как воспринимаете? Как кого? Вот так ее и воспринимаете. Если она вам неприятна, окей. Но тогда помните, что вы в этот момент себе берете кофе и льете себе на платье белое. Задайте себе вопрос, а зачем я это делаю? Что мне от этого? Когда я к ней испытываю плохо, что мне от этого? Зачем я это делаю? Это бессознательное действие, неосознанное. Вы просто это делаете, почему? Потому что вы так привыкли. Вы так приучены. Мы так приучены. Когда мы начинаем опять-таки, что такое осознанность? Когда я начинаю задавать себе вопрос, почему я это чувствую? Почему я это делаю? Как мне в этой ситуации поступить? Мне не нравится, что я чувствую. Мне не нравится моя реакция. Как быть? Избегать этого человека? Ну, хорошо. Я этого могу избегать, а этого не могу избегать. Бежать на другую сторону. Поэтому нужно разбираться. Когда вы разбираетесь, и ваша голова получает такие развернутые ответы, ей сильно проще действовать. Она понимает, ну да, мне все понятно, из-за чего это происходит. Поэтому если вы нормальная, решите для себя, где уровень вашей нормальности и ведите себя так, как вы считаете должен вести себя нормальный человек.